привет всем моим дорогим друзьям и сегодня хочу вас пригласить посмотреть мое последнее видео в этом году да это будет последнее видео моем году так как этот год кончается это будет последняя субботка а следующий год уже новый и в следующем году мы с вами обязательно встретимся ну а теперь давайте приступим что же произошло с моей машиной за последних этих полтора месяца честно говоря в этом году вот последних 6 месяцев что у меня есть моя машина она меня реально начал радовать не то чтобы там радовать какими-то повадками там еще чем-то каким-то удовольствием от вождения стало чисто по-человечески радовать то что я действительно не такие большие деньги трачу на эксплуатацию эта машина уже где-то 6 месяцев и она меня очень приятно возит до остался запаха двигателя там через систему вентиляции это противный момент все эту проблему никак не решил хотя решал уже раза три и никто из мастеров этого сделать не смог придется убирать машину потом с неплохой суммой денег я так думаю при себе имея какой-то грамотный сервис но теперь давайте приступим к тому что же я все таки сделал за это время за полтора последних месяцев и так я конечно заменил масло в двигателе помимо замена маслом двигателе меня поменяли антифриз меня поменяли не одолели масло в редуктор поменяли разумеется все фильтра поменяли воздушный фильтр то есть воздушный фильтр и фильтр салона и все это мне обошлось 135 евро вместе с работой маслом я была могил один полная синтетика 5w30 так что считайте сами не скажу что-то дешево не скажу что-то дорого это нормально нормальная чисто средняя рижская цена дальше что же у меня было по машин дальше разумеется наступила зима как вы сейчас видите и теперь у меня стоят мои старые 16 диски на зимней резине которую я снимал перед тем как поставить 18 ребят честно говоря вот такой вот кайф вот стадиться на 16 диски после моих 18 просто не представляете какой во первых машина стала меньше замечать ямки да она реально стала меньше замечать ямки то что не чувствовалось в тот момент когда я с 16 пересаживался на 18 но реально стала мягче потом она реально даже на зимней резине стало намного тише и в третьих у нее появилась такая эластичность знаете я катался на своей машине с 2 и 4 двигателем катался на своей машине с 2 и 8 двигателей и закатался на своей машине с 3 и 0 двигателем разница была между 2 и 4 и 2 и 8 ну такая ощутимо заметная но слабенькая довольно вот теперь у меня разница в эластичности такая что между 2 и 4 двигателем и 2 и 8 разницы в эластичности гораздо меньше ощущается чем у меня сейчас между дисками моими ощущается разница то есть каждый килограмм на дисках то есть это четыре лишних килограмма на колесах нас всех четырех равняется одному человеку в салоне лишним в принципе у меня эти килограмма на каждом диске было три лишних или даже четыре так что посчитайте сами бешеная просто разница и разумеется вас будущем ждет этот интересный замер чик то есть я буду делать замер 0 1 миля и обязательно сравнил этот результат с тем что я делал на 18 дисках честно говоря я думаю что разница будет феноменально вот реально должна быть феноменальная разница так как по ощущениям это просто бомба и так итак ребят пока вы будете в ожидании моего заезда на одну милю я вам сделал маленькие сравнительно показания ну принципе для себя на расстоянии в 400 метров посмотрим что машинка выдаст пока никого нету выйдем на дорогу и а старт будем уходить полторы тысячи оборотов раз-два-три 100 120 140 машина пошла даже до 150 километров в час и было бы даже 160 но сейчас посмотрим что нам показала программка speed logic в принципе заедем вот сюда и посмотрим что она вам показала я думаю что результат будет довольно хорош потому что когда я раньше даже пробовал машину на этом участке я еле еле набирал 140 километров в час и потом приходилось тормозить сейчас у меня такого не было ладненько останавливаемся и смотрим на все показатели короче я посмотрел только что свое время и честно говоря она меня удивило 0100 так и получилось 13 22 секунды машина реально едет намного легче но я не знаю как именно сегодня и здесь в этом месте 400 метров здесь реально идет подъемчик вверх будем смотреть реальный замер и реальный замер будем делать именно в том месте где я делал ноль одну милю и ровно на одну милю и тогда уже считать а пока что времени капельки не изменилось человеческие ощущения погнали дальше так что в следующем году вот это я думаю поближе к марту ждите этот замерчик потому что ну раньше вы делаете смысла нету я работаю до пяти часов вечера самое раннее заканчиваю а там ничего не видно то есть если даже пять закончу это ничего не будет видно а в марте там уже будет все красивенько вырубить медит часов 7 вечера поэтому где-то в это время будет этот замер я диски еще не поменяю обязательно замере и так что у меня еще произошло в машине я еще поменял газовый редуктор газовый редуктор вот меня машина дергалась там тыц-пыц я думал что это форсунки но все-таки пришлось поменять газовый редуктор так как тот который я поставил и проехал всего лишь 18 тысяч километров тот золотой редуктор и у него уже начал травить газ с него там надо было делать ремкомплект и я решил этим не заниматься сразу поменял газовый редуктор потом пришлось поменять еще свечи мои то есть не свечи а форсунки барракуда на свеч на форсунки ханна и сейчас все замечательно расход машины приемлемые сейчас вот как начал ездить после заметно у меня получается где-то 13 13 половиной литров на 100 километров в смешанном цикле но это очень много пробок так что считайте сами ну короче в любом случае намного меньше десятки на 100 километров у меня сейчас получается по расходу где-то евро 767 ну максимум 8 евро бывает иногда меня расход на 100 километров чем я очень сильно доволен и это работка мне обошлась его ребята в 180 евро это в принципе недорого если учитывать что редуктор новый стоит полностью тоже из дорогих которые рассчитаны машинная мощность до 320 лошадиных сил и форсунки хана их у меня все-таки 6 тоже стоит своих денег ну плюс сама работа короче стоила так-то принципе это дешево но я на эту сумму не рассчитывал поэтому 180 евро перед новым годом когда покупать всем подарки лишних это было многовато если учитывать что у меня была еще проплата за страховку каска вот честно говоря ок то у меня страховка не увеличивалась в этом году а вот каска каска у меня стала веселой вот смотрите меня прошлом конце прошлого года вы помните мои видео где я оторвал бампер вот короче мне это все посчитали за время пользования этим годом и сейчас мне выставили счет на новую страховку 492 евро в год а в прошлом году мне это сумма была 320 евро в год так что считайте сами теперь я плачу 492 евро в год каска на эту машину да на ту машину которая максимум стоит наверно полторы тысячи евро сейчас подумайте сами ладненько по поводу каска у меня получилось первая проплата с чего-то в районе до 130 евро а у меня их будет 4 проплаты в году вот такие вот дела ну конечно расходы на топливо я еще не считал туда-сюда это вы сможете увидеть в драйве совсем скоро я выпущу свой новый блок то есть в начале следующего года он появится со всеми расходами за полгода вот что у меня эта машина вот последних полгода со всеми ее расходами вот там вы сможете увидеть точную сумму точные работы когда что делается и помимо работающего обслуживание машины там стояночки всякие там парковочки и лампочки и всякое прочее ладненько теперь давайте поедем сейчас посмотрим как моя машина выглядит со стороны на 16 дисках то есть на 16 дисках она конечно далеко не выглядит как на 18 но есть на такое ощущение что просто mercedes с класса стал вот погнали сейчас посмотрим и кстати пробег данный момент на моей машине пятьсот восемь шесть тысяч восемьсот двадцать два километра это так для галочек поехали так давайте пока вы на улице по-другому сейчас мешочку как машинка выглядит поскольку такое место за креста как это могила кстати ладно не в этом дело машина сейчас очень грязная в принципе по ржавчине но ничего пока такого не появляется на ней да и тщательно там бывает мою задняя дверь которую надо делать то есть вот она подгнивает блин здесь уже заплывает но это будет все сделано в следующем году то есть две стороны будет полностью покрашена я думал еще украсить капот но капот пока красить наверно не буду потому что это лишний 200 евро и лишним 200 евро за то что пока еще не так плохо выглядит сам по себе но пока думаю что нет смысла никакого по переду машинка такая лампочка габаритная не очень хорошо горит потому что купил 5 вольт наверное надо все-таки 3 вольта покупать потому что вот там я не знаю сколько что-то казалось тоже 5 вольт она горит хорошо это 5 вольт говорит ужасно значит наверно все-таки это лампочка 3 вольта ладно в принципе вот так вот внешний вид у нее на 16 дисках я уже принципе привык как она выглядит когда грязная нет такого отличия между дверями и тем как покрашены и как она выглядела до этого ездить можно когда ее моешь сразу видно в глаза бешено бросается просто вот это вот все вся эта бодяга ну ладно смотрим смотрим как машинка а не и да да о Итак, ребят, каждому из вас, каждому, кто посещал мой канал, кто всякий неприличный коммент мне писал, кто писал красивые комменты, абсолютно каждому. Огромное спасибо за то, что вы присутствовали на моем канале, за то, что мне дали, в принципе, много позитивных эмоций, даже те, кому пришлось отписывать, ну, всякие нехорошие комментарии, там, приходилось отвечать хорошо. Спасибо вам за это, спасибо за то, что были со мной, и спасибо вам за то, что, возможно, будете со мной в новом году. Я вас всех очень сильно ценю, ценю каждую вашу потраченную минуту на меня, не знаю, что у меня очень много бреда, там, всякое такое верное, ну, ладно, давайте без этого лирики, и до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, советуйте своим друзьям, ставьте лайки, если вам интересно, как я это веду. Давайте, все, погнали, удачи вам в новом году, всем полностью, всем до одного, пока. Субтитры сделал DimaTorzok